МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сеоня подвяли выники этапа республиканской акции «Наш живеловод». Католики рыхтуются до святкования Роства Христова. Сеоня у их кутя. А зараза в гэты меньшим больше подрабязна. На выездным посадженне гомельского облыва Конкама проанализованы выники селетней работы социальной сферы. Дейность установа ховы здоровья, адукации и культуры, другостная занятость молодзи и работы с проблемными семьями. Поза увагой не засталось ничего. О взробленных выводах и принятых решениях материал Олега Синцерова. Петриковская гимназия установа справедливых профессионалов, переможцы олимпиады, дипломанты науково-практичных конференций, лауреаты творческих конкурсов. Гэтыми званиями тут никого не удивить. Наставники кажут, что им кнутся по максимуму развивать здольности наученцев, причем самыми розными методами. Уже в амаль 5 годов тут проводится День учневского самокирования, в рамках какого учени на один день становятся наставниками. На этот час у директора заявляется свой дублер. Мы заменяем всех – руководителя, заместителей директоров, поваров, технический персонал и дети работают. Повышается, во-первых, их самооценка. Во-вторых, они могут с учителями разговаривать на равных. В-третьих, они понимают, что такое учительский труд. Но и самое главное – уважение к любому труду и технического персонала, и рабочего. Сиротники Рунков, сучасные работы в установке эдукации Гомельской области, пропаганда здорового рода життя, семейное и гендерное выхование. А прочатого во установках пресс-технической эдукации сворены волонтерские отрады, которые в тем лику оказывают допомогу состарелым и инвалидам. В этой категории, подчас воезного посаджения, особливая увага. Сейчас в регионе проживаются больше 19 тысяч одиноких пожилых людей. Частко из них, в первую очередь инвалиды, в домах-интернатах – это соправды эффективная форма работы с такой категорией населенства, а для махчам они самая лепшая. В оселях им разе зараз разглядаются варианты проживания состарелых в тех же замещальных семьях. Появляется возможность оказания социальных услуг на дому. Хорошие примеры можно привести. Работа совместно с благотворительной организацией «Каритас», с «Красным крестом». У нас хорошие проекты по Гомелю. Мы этот опыт планируем распространить на другие регионы области. Ну и вообще, все развитие системы социального обслуживания в настоящее время нацелено на то, чтобы создать максимально благоприятные условия для жизни населения в домашних условиях. Тема, которая не покидает бояков в никого – медицинское обслуговование. Только в этом году на развитие материально-технической базы Аброблоконкамом додатково вытасканено 18 миллионов рублей, что позволило провести реконструкцию отделений у широкурайонных больниц. У активе медиков так само маль 13 тысяч складанных и высокотехнологичных операций. Хоть питаниями здоровья населенства сегодня займаются не только медицинские установы. Сегодня в Гомельской области денежат 7 детячих оздоровленческих центров. 4 из них, как возник это птич, належат системе эдукации. Сюда на оздоровление приезжают дети, которые проживают в районах потерпелых от чернобыльской катастрофы. На протягу года это около 4 тысяч человек. У принятых по выниках воезного посаджения решение Аброблоконкама, доручение активизации работы по выявлению детей, которые подвергаются семейному насилию и распространство додатковых прохладических мероприемств по стабилизации ситуации с подлетковой злочинностью, а прочатаго у наступном годе на Гомельщине плануется погалечить сколько специализованных спортивных классов при одночасовой оптимизации сетки установы охоты здоровья и культуры. Олег Синчеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания Гомель, Петербургский район. Удобруши ушановали лепших живеловода у Гомельской области. Мероприемство проходило в рамках республиканской акции «Наш живеловод». На протягу некоторых опошних годов по инициативе Республиканского профсоюза работников агропромыслового комплексу по всей краине вызначают лепших зоотехников, ветурачов, операторов машин на гадаенне и инших представников Галины. Мета – поднять престиж профессии и стимуливать работников. Утымлику и материально. Инициативу подтримало Министерство сельской господарки и харчаванне. Живела гадовля – залог харчовой безопасности краины и важная экспортная позиция. Беларусь выходит улик бойнейших поставщиков молочных продуктов. Айчинная молочка представлена в большем 50 краинах света. Акцию «Наш живеловод» можно назвать аналогом дожинок, подчас яких ушановывают хлеборобов. Мы больше внимания уделяли механизаторам. Мы и в уровне посевной, и заготовки кормов, уборки колосовых. И осенью мы обязательно их участвовали, обязательно кормим на поле там где-то, значит, и так далее. Ну, то есть основное внимание было всегда у нас механизаторам. Но животноводы как-то они были на втором месте, хотя это все неправильно. Живот у нас всегда на первом месте, потому что у них круглогодично, значит, и от темна до темна они работают на ферме. И им внимание должно быть достойно. У Добруши, Падяки и Узнагороды отримали больше, как 70 лепших представников Галины. У Тымлику и ветераны працы. Областные этапы акции «Наш живеловод» пройдут во всех регионах краины. У Саковику, у Минска, у Палацы профсоюзов отбудется республиканское мероприемство. Здесь берутся лепшие представники профессии из всей краины. Звыж 550 объектов нерухомости селета набыли новое життё. С початку года комитет Гомеля обломаемость провел амаль полторы сотни аукционов, подчас яких было продадено звыж 100 объектов больше, як на полтора миллиона рублёв. Дрэч, селета активизовалась новая форма продажу майомости на электронной пляцовце Белорусской универсальной товарной биржи. Селета таким чином продали три объекты. Чарговые электронные торги пройдут с 28-го Снежня. Пропануется 16 объектов, які знаходяться у Гомеле, а так само Светлогорскім, Мазырскім, Лельчицким и інших районах. Областным центром, наприклад, можно набыть будинки кинотеатра юбилейны лицея на Ландышева. На некоторые объекты подано несколько заявок. Приём документов для участия в аукционе продолжается до 21 декабря включительно. Кроме электронных торгов, комитетом Гомелю было имущество продолжена работа по проведению аукционов, которые проходят по адресу Гомель, Простык-Тленина, 3. Продаж объекта протягнется и в наступном годе. Так, на студень уже запланованы три аукционы. Урачи агульной практики смогут приймать пациентов на 5 хвилин до уже. Такое решение утримливается у постанови Министерства Аховы Здоровья. С первого студени специалисты, якие обслуговываются дорослых и детей, первичный приём будут проводить 20 хвилин, а профилактичные у выделённые дни альбога 1 и 15. Урачам агульной практики, якие приймают дорослых, на первичный приём выделять 18 хвилин. Изменение норм часу для урачов агульной практики обумолено по шириням их кола обовязков, а так само больш широким узровнением ведау, уменев и навыков, управнанне с участковым терапевтом. Такие специалисты оказывают меддапамогу у галинетерапии, неурологии, офтальмологии, гинекологии, хирургии и г. Белая Русь у Будучиню разом. У Житковичах пройшла акция про меркованная дохода малой родимы из 100-годового юбилею с дня створения БССР. У проекте приняли удел музыканты гомельских городских оркестров. Концерту попередничала сустреча, организованная у Житковицкой районной библиотецы. Подрабязности у сюжете Ёгений Кухаронак. Поделиться вспоминами про життё у часы БССР организаторы акции запросили знакомитых особ, які унесли важкий уклад у развиттё Житковицкого района. За хвоты выступили был старшиня местового райвы Канкамма, його намесник по экономіце, гоноровый громадянин Житковицкого района, Йонжи чемпион света по игровым спорте и директор районного лязгасу. Для кожного те часы запомнилися разностайными падеями, які по-розному поуплывали на их працу, зейность и самореалізацию. Теплея встреча завершилася неприемной ночи. Шановным гостям уручили подарунки от Білої Руси, усіх присутних повенчували з надходящими новогодніми святами і запросили на концерт у Городский дом культуры. До речі, акция «Беларусь у будущую разом» стартовала у регіоні 2 лютого. Першопочатково її примірковали до годы малорадимы і 10-ти годзі обласної організації об'єднання. Однак з часом акция набыла новий виток у розвитці і закранула яще одну немаловажну дату – 100 годзі з дня утворення БССР. З цієї акції ми вже виїжджали в Речіцю, Светлогорск, Жлобіно. Ось сьогодні ми у Житковичах. Цель вообще цієї акції – показати, що ми, тільки об'єднівшись вместе, ми можем ділаць великі діла. Гомельські городські оркестры приїхали у Житковичі з новогодній концертной программой. Со сцены гучали усімі любимі пісні з кінофільмів і мультфільмів, мелоди білорусських і замєжних аутров, а так само сучасні популярні композиції про зіму і зімові святы. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Сьогодні апошні дзінь посту, як правила, самы строгі. С адзявленням на небі перші вечерні зоркі сім'ї зберуться за калядным столом, при гэтым адно місце пакінуць свабодным, як символ гатонасці прыняць Христам. Згодна з старожитній традицій, пачынаєм святкаваць боженараджэнне ўжо вечарам альбу ноччу, таму сім'я пасе таго, як переживе супольну вечеру, падзіляцца аплаткам, збіраецца разам, каб істів кастеў святаймша. У нашым кастеолі будзеў 12 гадзін, і гэта святаймша называецца пастырка. Гэта слове, якое паходзіць ад гэтых пастушкоў, які несли сваю чаргу, калі паслі жывел на полі, ім зявіўся аньо, які сказав, што вось зявіўся збавіцель, зявіўся Язус Христус, і яны перші, які паспашылі, каб привітаць маленькага збавіцеля. І таму мы таксама хочам быць, уколі гэтых першых людзей, які сустрэнуць гэтай боженараджэнні, і привітаець маленькага збавіцца, які нараджаецца. На гэтым святкаванні раства Христова не скончыцца, і ано працягніцца до першого студзіні і завершыцца ўрачыстасцю прасвятой Багородзіцы. У аграгорадку Ляскавічі Петрыковскага района адкрылася резідэнція Палескага Дзеда Мороза з подрабязнастями. Змесца падзей наш корэспандэнт Павіл Мехно. Аграгорадок Ляскавічі ў нашай країні і за емежамі. Завсёды падыходзіць сур'йозна. Напяряда дні святаў Национальны парк Припецкі падрэхтаваў для сваіх гастей новогодніў праграму. Гэтай зімой тут адкрылі падворок Дзеда Мороза. Ідея стварэння резідэнцы з'явілася яшчэ ў минулым годзі, а ў 2018-м супрацовніками парку была распрацавана праграма маршруту. Варта адзначыць, туристычны шлях да Палескага Дзеда Мороза ляжыць прасамы разнастайныя мэсцы. Спачатку – Мясцовы Музіў Прыроды, дзе гості знайоміцца з беларускай фауной, а таксама традиціями палешуков. Закапляльная прыгода пратягвацца ў гостях указачнага чаруніка, які распавядая прамясцовыя павірі і звычыі. Аматорам містыкі спадабаецца древа жаданню. Кап справділася запавецная мара, гостю дастаткова толькі падумаць пра яе і завязать стужечку на дну із галін. І толькі пасля ўсіх чаруніх прыгод гості трапляюць до Дзеда Мороза і Снягурки. Кто в нарядной, тёплой шубе, длинной, белой бородой, в Новый год приходят гости і румяный, і седой. Міне понравилась сьогодні очень танцы з Дзедом Морозом і екскурсія. Она была очень интересна і увлекательна. Палаю ёлка, здесь ещё понравилась, как мы перехавла. По перспективі на території резиденції повинны з'явіться такі об'єкты, як хатка на куриных ножках, поляна 12 місяців і дитяча гольновая пляцовка. А сам туристичний комплекс плануються зробить круглогодовым. Здорово, мені очень понравилось, дітям понравилось теж. Ми будем приїжджати сюди і об'язательно буду відкривати для себя які-то нові места в Беларусі. Тепер опынуться у гостях у Каски. Для жахара у Гомінській області стало простей. Павел Міхно, Александр Харлампаў, Телерадуя компанію Гомінь з Петраковськага района. Новая ураженні, эмоцій і сябры. Ёлка міру і сяброўства прайшла ў 27-й школі Гоміля. На яе сабраліся деці з розных школ Гоміля і в області. На свята праехалі і гості з Санкт-Петербурга, Смаленска, Курска, Навазыбкава. Усяго більш як 100 чалавек. Марына Джалая даведалася, чым яна асаблівая ёлка міру. Сяброўства децей, сяброўства народаў. Юныя миротворцы з Беларусі і Расі даказалі гэта знов. Напереда дні самага чаронга свята, новага года, іны праехалі ў Гоміль на ёлку міру і сяброўства. Свята – этап республіканскай акція «Нашы деці», по якій традицина праймае ўдел обласне отделення Фонду Міру. Наша главна задача – іменно, ешо раз, расширість і укріпість іменно децкае сатруднішіство, так называю, децкую народну дипломацію. Потому що, ну, деці – це наше будушче. От того, как мы їх будем воспитывать в плані согласія, дружбы, взаўопонимання, будзе завісяць будушче, іх, паследстві. І в целом, конечне, от цяўстріча какой-то маленький клад будете уносити на дружбу между народными Росію і нами. Потому що приедут ребята дамой, вони ж расскажуть, що не візели нас в Беларусі. По меркавані архіепископа Гомільська га ішлобінська га стяфана ў святле падеякі зараз отбываюцца ў інших країнах, миротворшая дзейнаць беларускага фонду Міру – неоценнае. Букаліць шалавек живе з павагай да інших, то таким чынам виконуве Божий заповед – любіць ближніга свайго. Миротворцы – они как раз тот очаг, который сохраняець мир между людьми, между государствами. І особено, когда ўта делаю дзеці. Это дзеўно развівацца в нашім государстве і иметь большой успіх. Это вот такое моё мнение, і хотелось би пожелати, щоб наші дзе прикладывали більше усілий для того, щоб дружба була між усілими народами. Падшас міжнародной ёлки Міру ісяброуства, гості не тільки назірали за святочным выступлением, але і самі прымалі ў ім активны ўдел. Дарышы для іх була подрыхтована великая екскурсійная программа, падшас якой делігація наведали палацаво-парковый ансамбль. Ізразумела, ўсі гості отрималі ад фонду Міру новогоднія подарунки. Взрослые должны делать всё, где бы мы не работали, чем бы мы не занимались, во благо мира, защищать мир, і щоб всегда у нас был мир. Передавая это всё детям, і проведя вот такие совместные мероприятия, действительно, славянскі народ объединяются. Корні у нас одинаковые, і мы не позволим никому їх рубіць. А на наступный день активісты Гомельського обласного отделення Беларускаго фонду Міру сумесно з педагогами і вушніми 27-й школы наведали з новогодніми подарунками, фруктами, солодкими пачастунками 11 выхованців дітячого дома, семейного типу у центральнім районі Гомеля. Марина Джала, Євген Макенка, телерадиокампанія «Гомель». На незвычайную святочную программу дятей запросили і у центр інклюзівной культуры. Організаторы пропонували маленьким гостям принять у делу займальним квесті з цікавыми головоломками. У основі сюжета добра відома і гісторія з Чаукунчика, якох азачароваў мышыны король. Каб допомагчы герою знову перетворыцца у принца, дяті подялиліся на команды і отправілися виконуваць розныя задання. У кожной шасті лакацій іх сустракаў новы герой каскі спропонуваў выпрабаваць сябе нахудкаць, логіку і кемліваць. Перамога была ў той команды, якая худшай за ўсіх виконала задання. У концы программы сюрпрызы і подарункі од Деда Мороза досталіся ўсім. Падобны квест различаны і на дяті з порушэннями слыху. Усяго ў гульні могуць прыняць у дел до 100 чалавек. Займальна провести час і акунуцца ў атмосферу каскі, таксамам можна будзе 25-го Снежня. Такая форма работы з детьми карыстаецца вялікай популярнастю. Тому організаторы ўпэўненны, што і ў наступным годзе пратягныць праводзіць падобныя тематычныя квесты. Каліктыў Гомельска іздюшар нумар адзін рыхтуе падаруна к городу. Новогоднія лядовая шоу. Гамельчанам працтавець спектакль па творах англійськая письменніца Памэлы Треверс. Праняню чараўніцу Мэры Попінс. Пакульжа трупа самадзейнага лядовага театра актыўна рыхтуецца. З рэпітиція місачылі нашы корэспандэнты. Вобыт пастановкі децячых лядовых спектаклю ў Гомельска школа Олімпійськага резерву нумар адзін ёсць. Пачынаючызь з 2004 года гамельчані ўбачылі ў выкананні юных фігуристав шэрах пастановак. І вось пасля долгага перапымку ў працы нове шоу. Даречі, под рыхтуўку до спектакля пачалі за паўгода організатора обяцаюсть з'явість глядача не толькі актёрськой гульнёй. Зріцелі ждуть много сюрпризов. Спектакль проводиться в условіях полної сценической сценографії. Ми заказали спеціальні декорації, ми заказали театральний світ. Такого шоу Гомель не видел последні 5 лет точно. В спектаклі приймато участие кроме воспитанникам детско-спортивної школы. Лучші фігуристы страны, члены сборной команды нашей страны, ряд мастеров спорта. И поэтому мастерство буде представлено фігурного катання в полном объёме. У спектакля Мэри Поппинс заденечено 70 человек. А у спортшколі навучається більше за 200 детей. Так що для отбору актёров пришлось и проводить кастинг. Это був настоящий конкурс. Три человека на место, скажем так. И були отобраны самые лучші дети. Но те, хто не попал, они у нас в накладе не останутся. Они будут у нас выступать в отдельном утреннике. Счастливщики ж, які трапили у лік актёров, сутыкаются с новыми выкликами. Репетиции шмату, чем адрозниваются от тренировочного процессу. Было сложно, но сейчас со временем втянулись. Есть всякие сложности, но с ними надо практиковаться и стремиться к лучшему. Премьера театралізованого шоу Мэри Поппинс задвутится у Гомельским лядовым палаце 26-го Снежня. И еще два представления пройдуть с 28-го и 30-го Снежня. Максим Савин, Евгений Кухаронак, Игорь Марышчанка, телерадоя компания «Гомель». Гэты, а так сама ищая новини вы можете знайсті на нашым сайті у интернеті по адресі www.tvergomel.by На гэтым выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых встреч у эфіры.